Всем привет дорогие мои друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй и мы продолжаем играть в игру вперед на зомби войну Событие завершено, ну и отлично, мы не выиграли кроме как 100 золотых Тем более, так ребят давайте заберем все плюшки Вау, так секунду Да-да-да, мне вот сюда надо перейти А то что-то как-то думаю что-то действительно с деньгами то не то Вот здесь надо забирать плюшки то, вот они Так, хорошо, теперь значит что у нас Сундучок есть Это ребята я за события получил Как всегда первое место, в общем все тип-топ Так, давайте-ка мы вот здесь вот все это тоже докупим Также откроем сундук И я думаю что у нас будет несколько ингредиентов чтобы мы смогли с вами сделать газировку Я сейчас ребята это проверю, потому что газировка мне нужна Так, создаем Давайте-ка посмотрим Вот как раз у нас есть радио Соответственно мы сейчас с вами сделаем шоколадочку одну А из трех шоколадок мы сделаем с вами одну газировку Газировку мы с вами поставим А вот куда мы сейчас определимся с вами Так, вот они шоколадки Три штучки, делаем с вами газировку Так, ну что, давайте посмотрим теперь куда мы можем ее поставить Как видите у меня все эти ребята прокачаны Кроме щитоносца Смотрим далее Так, Сонька прокачана Я вот не знаю, ребята, хотелось бы, наверное, может быть Вилли прокачать Легкий солдат у меня прокачан Кстати, он очень неплохо себя показал на арене Мне понравилось Но есть, конечно, нюансы, где он там просто откуривает тихонько в сторонке Где его просто валят Ну, а как, если брать по силе, по боевой То он, наверное, переплевывает механика Да, в разы причем У него тоже есть мощный удар Также он вышибает Плюс у него защита от пуль То есть, убер Если механика сносит просто в лед То этот братюня подходит практически вплотную И там такого кипиша дает всем Ну и, как видим, снайперша у меня тоже прокачано на 14 уровень Соответственно, тогда мы с вами будем Как я и обещал вам Прокачивать Берса Чтобы потом мы смогли его проверить Как он себя чувствует в бою При полной раскачке, ребята Будем качать его полностью на все Плюс 3 Чтобы можно было посмотреть Так, ну что же А мы с вами, наверное, отправляемся На Лигу Она только закончилась И, естественно, будем бежать к вершинам Кстати, что я еще хотел показать вам, ребята Видите? Я поставил себе желтые колеса Но мне кажется, они как-то не вписываются сюда Вообще не вписываются Поэтому давайте лучше мы оставим, наверное, обычные блестящие Нет, в принципе, если бы мы с вами вот такой автобус сделали Согласитесь Вообще, просто идеально смотрится Ну, так как, вы знаете, желтый цвет мне не очень нравится Мне вот больше военный Поэтому давайте сделаем все в темном, строгом стиле Так, окна все это у нас забаркодировано Здесь мы все забрали Ежедневное задание я уже выполнил Поэтому, да, ребята, нам остается только лишь на Лиге занять первое место Как видите, вот таким составом я играл В последний раз Вон у меня легкий солдат Давайте проверим, как у нас будет сейчас это дело обстоять Поехали в бой Посмотрим, смогут ли они вытянуть или нет Ну, вот о чем я вам, ребята, и говорил Легкого солдата не так легко пробить Он довольно жирный Видите, он бомбит нехило Просто нехило, ребят Да что такое его отвлекают эти, блин, зомби Ладно, моя снайперша все-таки победила Ладно, двигаемся с вами тогда дальше Оу, хо-хо-хо-хо-хоу Изи Поехали дальше, ребят, с вами Ну-ка Ой, да тут вообще красота, ребят Тут просто... Хотя секунду-секунду не стоит радоваться раньше времени Еще ничего тут не решено Ой-ой-ой-ой-ой, да Вот этого я, ребята, и боялся Блин Он сейчас просто расстреляет мою снайпершу К сожалению, ребят Да Если бы там пламя не было бы Мой бы гранатометчик бы Точнее, гренадир ее бы урвал бы там Оу-хо-хо-хо Вот если здесь подбить сейчас в данный момент огнеметчика, да Или хотя бы того же самого... А, тут только огнеметчик у них. Я думал, там и этот, гренадир. Нет, тогда бы они взорвались бы всей кучкой бы. Вот так бы это было бы. Да что за ересь-то, а? Ну, снайперша, не подкачай меня, родная. Давай. Слушай, а что, ничья получается, да? Вообще ничья, ребят, не засчитали. Так, что здесь у нас? Ну, здесь мы с вами победим, потому что снайперша стреляет по гренадиру, а моя в снайпершу. Да. Ну что же, отлично. Поехали дальше. Опс, пардончи. Ну, здесь легкого солдата этот автоматчик не пробьет. Вообще, он замучится просто по нему стрелять. Хотя он у меня уже горит. Ну, правильно, давайте еще зомби здесь появитесь, будут мешать мне. На! На дорожку. Ха, и сгорел сам. Ну, тем не менее, мы выиграли. Давай дальше. Так, вот это мне не нравится. Ой, не нравится, ребята. Конечно, нас сейчас тут порвут. Ну, это все, ребят, мы потом с вами подкорректируем. Оу, что ж так? Блин, сейчас, ребята, по-моему, нас тут уничтожат. Хотя, да, у строителей же иммунитет. Ну, как иммунитет? Не иммунитет, ребята, это называется маленький урон от огнестрельного оружия. Вот так вот назовем это. Да, не очень хорошо, я вам скажу, мы прошли. Ну, ладно, давайте сделаем небольшие, как говорится, расстановочки. Во-первых, гренадиры мы с вами поставим вот сюда. Даже вот сюда мы его поставим. Так, стрелок пускай у нас будет вот здесь стоять. И легкий солдат будет у нас вот тут стоять. Поехали. Посмотрим, ребята, что у нас от этого изменится. Ну-ка. Опс, хреново изменилось-то, ребят. Очень хреново. Слушайте, ну вот этот вот автоматчик, вот честно говорю, мне не нравится. Я вот не знаю, если сравнивать наш обычный спецназовец, да, и сват, то мне почему-то кажется, что спецназовец будет получше. Если бы этот через огонь проходил, тогда да. Было бы какое-то преимущество. Но единственное, что он еще поджигает. Это тут, я не пойму. Блин, все. Короче, вот здесь вот, ребята, знаете, в чем была ошибка? У него стоял гренадир в самом дальнем углу. Вот здесь вот. А у меня, наоборот, стояли в первых рядах. Поэтому граната, которая прилетала, сразу же сносила практически всех, кто там стоял. Надо это учитывать на будущее. Так, хорошо, мы с вами двигаемся дальше. И у нас тут табакуи, блин. Ну-ка, давай посмотрим, что это за табакуи у нас такой. Так. Слушайте, вот здесь у нас все очень хорошо получилось. Вообще замечательно. Снесли, даже не поморщились. Жалко, что вот нельзя автобус бомбануть, да, и забрать вот эту вот горючку и вот этот вот ящик. Было бы вообще прикольно. Двигаемся далее. Осталось тут совсем-совсем немножко, ребята, и у нас будет первое место. Так. Земли какой-то здесь у нас, да? Поехали, посмотрим, что это за землей. Так, 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 только не под... Ай, сгорит. Сгорит наш гренадир, да. Здесь неудачно получилось. А знаете почему? Потому что его сразу же уничтожил механик. Я имею ввиду легкого солдата моего. Сейчас мы кое-что здесь переделаем. Так, колода. Мы сейчас здесь с вами вот так вот сделаем. Должно, я думаю, нам помочь. Хотя там огнеметчик. Подожди секунду, ребят. Там у нас огнеметчик. Значит... Значит, нам надо делать вот так вот. Даже не так. А вот так. Пойдем посмотрим. Должно, по идее, получиться. Гренадир бросает гранату. Ах, не тот ряд, ребята. Не тот ряд я поставил. Вот. Жаль, жаль. Да, они сгорели оба. К сожалению. Все, я понял. Сейчас мы сделаем с вами немножко по-другому. Он стоит, значит, в верхнем углу. Сейчас мы с вами сделаем так. Гренадира туда поставим. Он бросит гранату. Соответственно, огнеметчик сразу взлетит. Так, колода. Давай сюда вот вставай. Я думаю, вот так вот будет оптимально. Остается проверить. Прав я или нет? А ну-ка. Абсолютно прав, ребята. Все. Снайпер здесь ничего вообще не сделает. Он запарится простреливать. Ха-ха-ха. Хорошо. Так, победа. Получаем с вами 20 голды. И мы двигаемся дальше. А дальше у нас... Кто там? Кнурд. Кнурд. Ну-ка, давай посмотрим, кто такой. Оу. Это вообще золотая жила, ребят. Смотрите. Ой. Ой-ой-ой. Немножко... Немножко не то. Ха-ха. Знаете, почему не то? Потому что надо гренадира ставить посередине. Он бросил гранату. Все нормально. Но он никого не задел. Поэтому его место будет вот здесь. Вот так. И знаете что? Я вот думаю, что вместо этого можно здесь поставить вот так. Не уверен, конечно, в правильном выборе. Но посмотрим, ребят. Посмотрим. Кстати, я давным-давно уже пожарника не юзал. Я уже и забыл, что он делает. Знаю, что он не боится огня. Ну-ка, проверим. Опять же, ничегошеньки у нас не вышло, блин. Ну, будем надеяться, что снайперша моя успеет. Хотя, мне кажется, вряд ли. Да, если бы зомби сейчас... Оу-оу-оу-оу. А, кстати, вот это хорошо было. Смотрите, зомби взорвался. И дал нам фору. Да. За счет этого мы с вами здесь и выиграли. То есть, пожарник не так сыграл, так здесь нам помог. В роли мертвеца. В общем, двигаемся дальше и смотрим. Лоралум. Кто это такой? Ну-ка, давайте... Ой, пожарника ты не заменил. Ё-моё. Вот это было... Глупо маленько. Но... Глупо, не глупо, ребята. А мы с вами здесь... Выиграли. 20 голды. Ну, естественно, я эту бригаду такую оставлять не буду, ребят. Надо будет менять обязательно. Кое-что здесь поменять. Так. Слушай, пожарник мне вряд ли здесь пригодится. Знаете, что мы с вами лучше... Вот так вот, как у меня и было. Вот так вот я оставлю. Пускай она в таком вот составчике у нас побудет. Если что, ребята, я спущусь там или где-нибудь на второе, на третье. Я посмотрю. Естественно, видосики я не буду из-за двух-трех боев делать. Но в конце концов я вам расскажу. В общем, самое главное, что легкий солдат у меня сейчас стал работать. А не стоять, как говорится, на месте и ждать там хорошей погоды. Так. Ну что? Нам остается, наверное, с вами немножко еще заточиться. Давайте посмотрим, что мы с вами сможем сейчас сделать. Так, у меня ящиков нету больше, к сожалению. Создать. И давайте будем создавать. О, у нас много с вами таблеток. У нас много хлеба. Это значит, что... Сейчас мы сможем с вами что-то наделать. Так, я получил лекарства. Лекарства у меня сколько? Лекарства у меня два. Мало. Но зато хлеба семь штук. Соответственно, я смогу сделать, ребята, с вами два крафта. Да, вот это первый у нас пошел. И сейчас мы сделаем второй. То есть, ну, консервы это очень хорошо даже. Они нам пригодятся. Вот и консервочки. Смотрим дальше. У нас с вами четыре пороха. Будем тоже его переделывать. Давайте. Клей, клей, пожалуйста, мне дайте. Вот. Главное, удивительно, да, получается у них крафт. Мы порох перерабатываем и получаем почему-то клей. Не знаю, как он может помочь в боевых действиях. Ну, видите, вот клей и все. Или как мы перерабатываем, да, с вами консервы и получаем кровь. То есть, ну, плазму, кровь, я не знаю там что. И вроде бы как все, ребята. Нам надо еще будет одно радио. А в идеале лучше четыре. Чтобы у нас вышла еще одна газировка. Потому что у меня бойцы стоят уже, грубо говоря, готовые. Надо будет их только, естественно, заправлять. Ну, я имею в виду, что вот здесь, например, есть клей. Так, здесь тоже клей есть. Кстати, надо поставить ему кровь сюда. И вот сюда вот. Ага, больше нету. Вот, я хочу прокачать до 14 уровня нашего берса. Потом хочу прокачать, естественно, нашего пилу. И вот поиграть именно этими юнитами. Посмотреть, как они себя будут вести. Но не забываем, ребята, они вызываются не за манну. Они вызываются за ярость. Видите, красненькие. Это, то есть, те же самые предметы, которыми мы юзаем. Бочки, коктейли молотого и так далее. Турели. То есть, это как бы... Ну, вот такие вот. Это не живые юниты. А, скажем так, фантомные, может быть. Ну, призванные, короче, одним словом. Это я их так назвал. Ну, что, а пока все, ребятушки. Будем на этом с вами закругляться. Фармите 53 уровень на деньги. И будет вам счастье. Ну, а с вами был Рэй. Всем пока, всем удачи. И до новых, ребят, видосиков. Субтитры сделал DimaTorzok